В чем причины конфликта России и Украины? Потому что не того президента посадили в Украине. КВНщика. Я считаю так, что он неправильно все делает. А были другие кандидатуры на пост президента? Я бы старого ставил, который был. А кто был? Лукашенко. И ты считаешь, что у Лукашенко, как президента Украины, была правильная политика? По крайней мере, до этого войн с ним не было. Ну, таких серьезных, как сейчас. А почему Лукашенко ушел с поста президента Украины? Потому что закончился его срок. И чем сейчас занимается Лукашенко? Не знаю, не интересуюсь его жизни. Ты считаешь, что если бы Лукашенко остался президентом Украины? бы не было. Я очень рада просыпаюсь. С петухами? Ну, в основном, да. А вы слышали выступление этого дебила Лукашенко, как Украина угрожает России? Вот если Украина пообещает, что у нее не будет никакого оружия, и она не будет угрожать России, то все будет хорошо. Ну как? Что Украина, по вашему мнению, должна сделать, чтобы закончить эту войну? Сесть за стол переговоров и согласиться, что они не будут угрожать никогда России и не будут иметь на территории Украины то оружие, которое будет угрожать российской территории. Украина настолько запугала Россию, что Россия переживает за собственную безопасность. Поверьте, эта философия главная – безопасность России. Прекратите вот это вот западные страны и снабжать Украину оружием, потому что Россия уже обсырается, понимаете? Не надо Украине, РСЗО, там, противовоздушная оборона, которая бьет на 200-300 километров. У них будет такое оружие, представляете, они начнут по российской территории стрелять. Ну что, прикалываетесь? Нам это не подходит, нам это вообще не нравится. Мы зачем начинали спецоперацию? Что, чтобы они отстреливались? Или что это? Это вообще странно. Вообще, откуда у Украины наглость отстреливаться? Ну, спецоперации, ну сказали, ну что, должны были просто согласиться. Не, они берут, что просто оружие, ну наглость – это верх наглости просто. 500 километров. Не надо такие ракеты. Зачем? Украине надо то, чтобы обеспечить мир у себя. Мало того, что у Украины вот такое вот оружие, чтобы стрелять по территории России, так они еще и Путина обижают. Обижают и оскорбляют. Ну вот просто в шоке, ну в шоке с этих людей. Какие украинцы наглые, просто. Зачем вы оскорбляли власть в России? Зачем вы президента Путина оскорбляли? Макрона ведь они так не критиковали, хотя было за что. Я вот тоже считаю, что украинцы, они неблагодарные, понимаете? Вот белорусы, это же белорусы и русские, ну это такие люди высокой культуры, понимаете? Даже Байден, когда упал, они даже не смеялись с него, понимаете? Когда Байден поднимался, по трапу упал, знаете, у нас в Беларуси никто над этим не смеялся. Ну всякое бывает, я понимаю, что, ну, бежал человек, упал, не надо было бежать. Ну, споткнулся и споткнулся. А вы что творили? И творите против Путина. Зачем вы его демонизируете? Зачем вы его оскорбляете? Понимаете, Байден упал и с него не смеялись, а Путин просто людей убивает, а вы его оскорбляете. Ну, он же ничего такого страшного не делал, он просто, ну подумал, что там взорвал несколько городов. Ну, так что теперь? Ну, что теперь оскорблять сразу нужно человек? Это же президент. Не со злабым битвы, поймите, он подружеский, подружеский, он переживает за вас. Он только из-за этого это все делает, а вы вот прям сразу вот демонизируете человека. Ну, некрасиво с вашей стороны. Важлива их думка. На что вы шукаете хороших россиян? Их нема, е. Чому вы досі слушаете их музыку та дивить их блогерів? На что вы послуговуетесь? Мовою России, яка нищить вас столеттями. Люди, что повинно статись? Щоб вы нарешті оттямились? Вы хочете, чтобы россиян не выпускали за межи России. Але смешт впускаете их у свои головы? Починіть себе. Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время самых интересных тем и интересных гостей. Гостя, который сегодня в студии, я не видел больше года, а может быть даже и два. Это большое упущение, потому что этот человек невероятный интеллектуал. Человек, который, на мой взгляд, знает, помнит все. И с которым можно сидеть, молчать и просто слушать, что он говорит. И, наверное, вы все его знаете. Вот. Ну, я и представлю. Дмитричек. Саляму алейкум. Вот так. Варахматаллаху баракатова. Ну, на самом деле, знаешь, в последнее время уже какие-то проявления вот этой стеклореза или как его склероза. Если великие вихи забываешь, как говорил старик. Как его правильно, Остап Ибрагимович Бендер Бейзадунайский, резко поданный. Есть у меня соблазн такой, конечно, сказать, дорогой Дмитрий. Так давно мы не виделись. Истории, я знаю, у вас выше крыши. Можно просто, как на концерте, присутствовать. Но все-таки я, телеведущий, должен какие-то вопросы задавать. И вопросы. Мне интересно ваше самоощущение сейчас. Вот время такое, что, знаете, кто куда. Кто в лес, кто по дровах, кто говорит, что все пропало. Кто говорит, что все прекрасно. Кто говорит, что завтра война. Кто говорит, что завтра мир. Кто говорит, в общем, простому человеку-зрителю, особенно человеку на оккупированной территории, ну, как-то разобраться в этом сложно. Вы человек опытный. Вы же еще, к тому же прочему, с военным образованием. Так? Кадровый офицер. Да, кадровый офицер, да. И языков много знаете, все такое прочее. Интересна ваша картина мира в Украине и снаружи. Небольшая ремарка. Самое первое своеобразование я получал вот именно здесь вот, буквально, в этом квартале. Поскольку я был по первому образованию здесь вот за забором, там недалеко от вас, учебно-производственный комбинат, где мы получали в школе. Помнишь, были у нас такие? Я фрезеровщиком был. А я был водителем-автомехаником. И я здесь разбирал моторы, тут недалеко осваивал, осваивал навыки вождения на Волге. Так что первая специальность... На какой Волге? На 21-й? 21-й, да. На руле, не вот так. У нее на руле переключатель. Не-не-не, это значит... А, это значит, модель уже более поздняя была. Это уже поздняя модель. У меня была ручка, да, которая... И... А может, и это я впутываю уже. Потому что я потом еще в Москве учился на газике. Может, там на газике у меня была такая ручка, которая трещала вот так, я помню. У меня было двое прав, я козырял. Я, что знаешь, первые права я спрятал. Но в Москве было тяжелее, поэтому, конечно, проспектом водить газик, чем здесь Волгу. Но если говорить о мироощущении, мы же сами, на самом деле, кузнецы своего счастья. Каждый кузнец своего оргазма, да, как я говорил. Или маразм. Знакомый. Им маразм. Поэтому надо с утра уметь настроить себя на позитивные вибрации. Есть самая популярная еврейская песня «Агава Нагила», которая переводится как «Давайте веселиться». Так вот, припев этой самой популярной еврейской песни начинается словами «Урлахим блеф самер». «Просыпайтесь, братья, с радостным сердцем». Поэтому надо всегда находить повод улыбнуться, поблагодарить Всевышнего. Есть такой предмет в Гарварде, который уже там более 10 лет собирает рекордное количество студентов, записавшихся на его изучение. И ни одна аудитория гарвардская не вмещает всех желающих. Знаете, что это за предмет? Нет, я не знаю. Короткое название у него гидоника, полное название «Scientific pursuit of happiness», то есть «Наука о стремлении к счастью». Преподает израильский профессор Тальбен Шаха, имя такое очень поэтическое, «Капля предрассветной росы», буквально переводится с иврита. Да, так вот он советует, по одному из его принципов, этой теории счастья, не тот, благодарен, кто счастлив, а счастлив тот, кто благодарен. То есть, помнишь, у одного нобелевского варианта, пока мне рот не забили и глина, из него раздаваться будет лишь благодарен. Интересно, а я вообще думал, раньше думал и обвинял даже некоторых дам в том, что они верят вот в эти лекции про то, как стать успешной, счастливой, там вот это все. А оказывается, это в Гарварде такое преподают? В Гарварде, ну нельзя сейчас, смотри, в десятки стран существует уже министерство счастья. Вот, кстати, да, чуть не Финляндия, по-моему, ближайшая. Финляндия, Дания, всех скандинавских стран. Да, потому что... А надо изучить опыт, ну исключаем наркотики, алкоголь. Чем они за него, какие же есть источники счастья? Так в том-то и дело, что у него формулы, они, в принципе, достаточно тривиальные, да, что счастье с трудом найти можно внутри себя и невозможно где-либо еще, да, что счастье – это непокоренная вершина, наполненная ожиданиями путь к ней, что мера человеческого счастья в силе любви к жизни. То есть, в принципе, такие постулаты общие. А чем? Нет, ну все-таки общее-общее, но, наверное, есть какое-то особое украинское счастье. Вот никогда не формулировали для себя вот философски, что это такое? Ну, наверное, все-таки мы, нация хлеборобов, вот своя земля, свое, защищали свободу, землю, казацкие вот такие принципы, да, казак не без доли, краюха хлеба та святого вильного неба. Там есть такие прислевия и приказки, да, про то, что козаку, вперше, потребна воля, да, и краюха хлеба. Это, кстати, совершеннейшая противоположность той ментальности страны, где я жил, где главное кому-нибудь набить морду, что-нибудь украсть, напиться и забыться. Украл, выпил в тюрьму, это вообще просто, кто придумал эту фразу в кино, это абсолютно гениально. Человек знал, что говорит. Я же в той стране прожил тоже лет 9-10. Я 43. Поэтому для меня... Я сильнее по стране, ментально. Меня это всегда тоже, помню, первый свой приезд в Москву, еще 15-летним к тетке приехал в гости, и я выхожу на Киевском вокзале, сейчас помню, такой был желтый чемоданчик, помните, как в фильме эти, про желтый чемоданчик. Я подхожу к этому турникету в танце метро на Киевском вокзале. И по привычке, знаешь, как в Киеве здесь озраюсь, смотрю, за мной идет какая-то пожилая бабушка, я так дверь приоткрываю, но этот чемодан немножко ей мешает, она этот чемодан ногой у меня в плечо, что встал-то, пошел, что встал-то. Такая реакция. Потом слышу мат. Сейчас, к сожалению, в Киеве мат на улице это абсолютно тривиальные вещи. Да, ну нет. Ну я вот живу 6 лет в Киеве, мат слышал, ну слышал пару раз. Ну правда, серьезно. Молодежь, к сожалению, перенимает вот это. Но все равно это не так, как там. Там это в порядке вещи. И, кстати, да, я собираю. У меня есть такое дневник наблюдений за кацапским миром. И не первая, кстати, история про вокзал. Уже я слышал про вокзал истории, где если в Украине кто-то сталкивается, там что-то падает, люди смеются, помогают друг другу поднять. А если там кто-то, в кого-то, да, то сразу, да. Одна из моих задач таких личностных – показать то, насколько уродлива их мораль. Насколько они отличаются сильно от нас, несмотря на внешние, из толпы ты вроде как и не отличишь. Но начинаешь приглядываться и понимаешь, что есть какие-то маркеры, какие-то вот такие устойчивые. Почему Украина не Россия? Ну вот второй пример у меня тоже. Буквально это уже я поступил в институт уже. На филях жила моя еще одна тетка. Я ездил утром на автобусе. И помню морозное такое утро. Она только переселилась в этот новый дом. И там две соседки стоят рядом со мной на остановке. Одна, другая говорит «Прокофьевна!» «Ты первая сдохнешь, у тебя восьмой этаж до тебя не доходит ни хера, горячая вода, у тебя ничего, отопление не будет работать». А та говорит «Это ты первая кочуришься, а у тебя северная сторона, у тебя вообще не будет свет, а ты будешь…» Я такой, знаешь, что такое? Это порядки вещей. Щебетание старушек и подъезда. Добрый, то есть настолько контрастный. Я вырос на Десне, зачарован на Десна. Люблю очень строки, там, с детства, цитирую Довженко. Как раз в тех местах прошло все мое детство. «Благословенно быть моя незаимна, дивиться Десна». К нам каждое утро приходила после утренней дойки Горпына, баба Горпына такая. И она приносила такой бидончик, несколько бидончиков молока, там, блин, на телеге они приезжали. В общем, все соседи приходили к моей бабушке, и бабушка там разливала. И она сидела, и вот для меня вот эти разговоры украинских бабушек и московских, такой контраст. Потому что здесь было все в основном такое шутливое, все веселое, знаешь. Мягкое такое. Да, мягкое она сидела. Я помню, врезалась в память, потому что бабушка была хлебосольная такая. Она все время почему к бабушке приходила, на наш двор раздавать там это молоко. И она так сидела, «Ой, Макарина, так гарно у вас. Лишусь так чавить у грудях, налейте 100 грамм». Она спряла духом после этого, начала какие-то там рассказывать истории, то есть смешные. То есть что-то такое веселое, легкое, то есть никакой ненависти в этом общении не было. Насчет вот этих российских приколов, вот это же «умоли ты сегодня, а я завтра». Это абсолютно какие-то зэковские вещи, и рабские, и крепостные. То есть нет будущего, есть только настоящее, укради или тебя. Ну вот это все какие-то вещи из какого-то дикого-дикого, вообще даже не средневековья, откуда-то оттуда. Каким образом, с помощью каких скреп и каких цепей логических, вот эта пещерная абсолютно мораль переползла в 21 век с компьютерами, с телевидением, с сетями, с дорогами. Вот они живут с виду, так посмотришь на Москву, да? Она вся светится, кругом театры через каждые там, все в витрины, люди ходят одеты, не в шкурах там, а в голове вот это. Вот я хочу знать вашу думку. Ну, во-первых, все-таки генофонд очень сильно поиздержался в пути, да? Как у Гугермана, мы более или менее коллегами из полной темноты вошли в потемки. А в полном смысле человеком станут лишь далекие потомки. Потому что, тоже люблю цитировать строки, такой Игорь Кахановский, который одноклассником был у Высоцкого. И Высоцкий начинал свою карьеру певца, исполняя его именно строки поэтические. Сначала били самых родовитых, потом стреляли самых работящих, потом в ряды бессмысленно убитых добавят миллионы немолчащих. Среди последних слошь интеллигенты, ворники достоинства и чести, ненужные в работе инструменты для механизма поголовной лести. В подручных, поощряя бесталантность, воспитывала власть себе подобных. В Средневековье шла тоталитарность, создав себе империю удобных, нерадивых, молчаливых, готовых прославлять вождем бездарности, изображать немыслимо счастливых, по праву получивших легендарность. Держава, обессиленная в муках, еще не знала о проклятии сущим, не знала, что количество убитых откликнется и качеством живущих. То есть профессор Преображенский, к сожалению, уже не дал. Количество убитых откликнется и качеством живущих. Не дал же потомство. А вот Швондер и Швондер и Шариковы, к сожалению, размножились. Поэтому погибались все, вот даже на примере своей семьи. Прекрасированная, да? Да, у нее бабушка, какая страшная судьба, у нее такая, о которой я рассказывал, хлебосольная. Она была 13-м ребенком своего отца. 13-м, она была 11-м, просто потом умерли еще в младенчестве после нее. Так вот, когда пришли красные, ну вот в эти годы, когда менялась власть, то практически все ее старшие братья и сестры стали коммунистами и оправдывали репрессии, которыми подвергли их отца. Он был там успешным, это маленький городок, маленький Воронеж, это станция Терещенковская, здесь Терещенковские сахарные заводы, такая процветающая был городок, такой очень успешный. И он на центральной улице, у него был красивый дом, он был самым модным там сапожником, у него там 3-4 подмастерия работали в мастерской. И его дом понравился, поскольку бабушка всегда ухаживала, там все сажено цветами было. И решили под его, под этот ревком там экспроприировать, объявили его экспроприатором и выгнали его из этого дома. И самое страшное, что все его дети, которые там, некоторые погибли еще там в японской войне, старший брат, в Первой мировой, но те, кто остались живы, они как бы оправдывали, да, вот эти действия. И он с самого младшего своего сына, дядю Колю, с которым бабушка потом уехала из этого городка, он выгнал из дома, потому что он, когда шел в крестный ход, он бросал какими-то там картушками у них там, они что-то в этих попов. И бабушка, последний ребенок, оставшийся с ним, уже в приемах они жили, у родственников. И вот в 22-й год бабушка приходит из школы с красным галстуком, пионеры ее принимают. Дедушка срывает галстук, бросает в речь, она убегает из дома, вот это последний, самый любимый ребенок, да, который оставляет своего отца. И уходят вот с этим дядей Колей, уезжают они сначала учиться в Каменец-Подольск, потом переезжает в Харьков, дядя Коля становится успешным там литератором, редактором молодежного журнала, такой был молодняк. И потом в 33-м году приезжают в Киев, живут в Морозовском доме, это дом на углу Владимирской и... Один из самых шикарных домов. Да, там первое, кажется, было паровое отопление когда-то в Киеве. Ну и им, как вот пролетарским писателям, там пролетарским активистам дают шикарную квартиру. Ну а потом в 34-м году, когда начинаются гонения, его там кто-то из его друзей написал, там известный, кстати, Киев, там театральный деятель в Украине, написал на него донос, и он на 20 с лишним лет отправился на Клыму. И бабушке теперь уже после того, как его арестовали, она живет с ним в одной квартире, и теперь ей нужно... Она уже член партии, мало того, там, секретарь партийной организации, самого крупного цеха на заводе «Большевик», она училась в университете, но тогда был рабфак, нужно, если ты учишься, нужно еще и работать обязательно. И вот начали с секретарь партийной организации на заводе «Большевик», и теперь ей нужно отказаться уже от своего горячо любимого брата, которому он ушел, отказавшись от своего отца. Жуть какая. И вот она не смогла, конечно, отказаться, да, и, ну, слава богу, потому что ее отправили на ссылку в Кировскую область, а тех родственников, которые остались здесь в Киеве, их в 37-м году просто там расстреляли. Вот повезло, вот сейчас это, конечно, невозможно понять, но у меня тоже двоюродный, не, Леонид, прадед мой, он был репрессирован в 36-м году, и он получил не с 4 года этих рудников там, в Казахстане. А вот если бы его репрессировали в 37-м году, тогда расстреливали без разговоров. Да. Вот так получилось, что вот выжил, то есть я всем привожу пример, какой страшный это 21-й век. Бабушка одна из 13 детей своего отца познакомилась с моим дедушкой. Вот там ссылки, они были из Староверы, все Чекалкины, они, в принципе, из села Чекалки, небольшой деревни Чекалки, куда бежали со слабожанщины, гонимая в московским патриархатом. А, так вы вот из каких. Да, и вот у прадеда Федосея было 22 ребенка от разных жен. То есть 22 ребенка, тут 13, а я единственный наследник. Представляешь, какой страшный, страшный век, если у меня нет ни одного там, ни двоюродного, по этой линии, ни родного брата, ни сестры. То есть сколько бы у меня могло бы быть, если все, если бы не эти коммунистические страшные годы. Ну, и тем не менее, тем не менее, вы пошли в военную, так сказать. А, это был 81-й год, тогда всех призывали. То есть тогда я просто, ну, прокалькулировал, с чем сидеть где-нибудь в какой-нибудь казарме, бестолку, лучше получить образование. Ну, там сложная история, я еще влюбился в девушку из Москвы, а ее бабушка заканчивала наш вот этот легендарный военный институт. Была переводчица на Нюрнбергском процессе, такая очень яркая, импозантная была дама. И я захотел тоже стать переводчиком. Во-первых, это был единственный вуз, который позволял уже 18 лет вырваться за железный занавес. То есть никто тогда... Так, кстати, да. Хотя бы в социалистические и развивающиеся страны. Нет, ездили, ну, ездили в те времена, там, в Эфиопию, в Анголу, в Афганистан, на Кубу, острова Зеленого мыса, Сейшелы. То есть были такие эзотические такие локации, где проходили вот мы эти тяготы и лишения военной службы. Поэтому это был для меня... Шанс вырваться. Да, и мне повезло. Даже сейчас вспоминал недавно, это ровно 40 лет назад было. Я проходил здесь медкомиссию на Деверзе. Это Дарницкий, этот вагоноремонтный завод. Там центральная, это поликлиника воинкомата. И у меня чуть повышенное давление, которое меня потом спасло от КГБ и ГРУ. В перспективе. А тут я не прохожу второй раз уже, второй попытки. У меня 140 на 90, мне говорят, извините, не проходите. То есть служить реводовым вы можете, а офицеры... А какие требования были? Я думал, только к летчикам такие были. Нет, офицерский состав, да, нужно было. И вот еще меня отправляют уже, все, извините. Я так разочарованно смотрю на этот формуляр. А тут за моей спиной парень, который потом тоже сыграл интересную роль в моей биографии. И о его смерти при загадочных условиях мне сообщил в своем звонке последнюю Коломойский Игорь Валерьевич. Такой был яркий персонаж, Шеклана, Серега. И вот его, Коломойского и Боголюбова, друг, партнер, враг, опять друг, опять партнер. Впрочем, там у них такая история, такая Санта-Барбара. Но факт тот, что он заглядывает мне через плечо и говорит, подожди, у меня же тут карандаш с ластиком. Он стирает мне эти 140 на 90, ручкой вписывает. 120 на 80? Показывает мне, куда нужно идти к начальнику этой комиссии. И вот мне ставит печать, и так мы с ним поступаем. У нас было четверо киевлян, поступивших в том году. Очень яркие были все персонажи такие. И Серега потом стал, он прославился еще в учебные годы своими коммерческими проектами. Перегонял машины с дипломатическими номерами куда-то на Кавказ, продавал колеса какие-то. В общем, мы смотрели на него, там, члены партии, члены партии. И, знаешь, тут такие... Ну, поэтому его за границу не послали. Но когда мы с первой своей командировки привезли по 30-40 тысяч долларов, которые потом нам арестовали... Сколько? Ну, зарабатывали же тогда неплохо. Так это много. Ну да, ну 4 года. По тем временам это страшно сказать, сколько. Ну, вот мы возвращаемся, и нас эти деньги, правда, все внешпосыл нафиг арестовали как раз тогда в 90-м году, в 91-м. Как это арестовали? Ну, обанкротился этот внешпосыл Торг, банк внешпосыл Торг. И что, вы лишились этих денег? Они потом мне в Израиле уже их через Завмак, Завлаб, сложная была махинация, мне их вернули. Но, как тот, что это уже по сравнению с его, он уже летал на частных самолетах, Серега. Понятно. Тогда мы заработали. Вовремя сообразил, быстрее все. И когда в следующий раз мы с ним встретились, это было пятилетие телеканала Интерн, на котором тогда выходили мои проекты, вот там, Золотой гусь. А Серега был со стороны учредителей российской, со стороны российской стороны, был такой фонд имени Пушкина. И Серега представлял этот фонд, и потом через него, вот когда уже нынешний президент наш был генеральным продюсером этого телеканала, для того, чтобы они снимали концерты к 9 мая, к 23 февраля, к 8 марта, к Дню милиции, по, ну, достаточно точным сведениям, заходило в год 70-80 миллионов долларов. Только на то, чтобы правильная повестка дня. Ну, потому что все же телеканалы убыточны, к сожалению, да, у нас такая ситуация. Кто платил? Ну, вот этот, через этого Серегу Шекланова, вот этот, да, ну, этот фонд имени Пушкина, если посмотреть биографию телеканала Интерн, то первым учредителем был как раз вот этот Зенченко, покойный Александр, и фонд имени Пушкина. Дело в том, что все эти фонды имени Пушкина, Хлебонтовых и прочих, так сказать, рост сотрудничества, да, на эту структуру разведки, на самом деле. Ну, под каким-то, да. Какими языками владеете? Ну, я получил арабский и еврит в институте, до института учил в школе испанский, учил английский, заканчивал, я сдавал как раз, когда поступал, сдавал английский, поскольку закончил здесь курсы государственные с отличием, учил французский еще, потом в Алжире, когда работал, ну, совершенствовал и французский, и алжирский диалект, просто в арабском же мире 22 страны, и диалекты очень сильно отличаются один от другого. Насколько сильно? Я не соображал. Ну, например, вот там, алжирский диалект. Они к фонетикам глотают гласные, да, а вот сирийский диалект, когда мы учили сирийский диалект в свое время, нас натаскивали на фонетике одесского жаргона, потому что там шипящие, мягкие шипящие, длинные гласные, жора, подержимый, макинтоши, семечки. Шу, шу, бедак. А то есть, смотрите, то есть готовили в советской армии разведки там или где-то, готовили с акцентами даже. Ну, смотри, это же не, ну, такая популярная заблуждение, что мы там были все разведчиками. На самом деле, у ГРУ и у КГБ были свои институты, свои учебные, свои школы, лесные школы, как мы их называли. У нас, как бы, в центре Москвы учебные заведения, которые, там был такой факультет спецпропаганды, печально известный, да, который действительно был таким, на острие, как бы, идеологической борьбы. А нас, в основном, готовили для того, чтобы мы обеспечивали военные контракты. Мы же, Советский Союз продавал оружие в сотню стран. Везде нужны были... Я, кстати, знаю нескольких военных переводчиков, а кто бизнесом занимается, причем давно, это уже... Ну, вот потом, как раз, наиболее известные, это наши друзья и коллеги, да, которые потом занимались всякими военными контрактами, как тот же, там, торговец смертью Буд, который сидит в Америке. Знакомый? Ну, это же наш, наш выпускник, да, тоже наш. Он младше меня на два года. Говорят, что его могут обменять на Навального. Да. Интересно, Ваня, да. Насыщенная жизнь, я скажу вам. Я даже затрудняюсь, как самолет следующий вопрос. Есть ли кто-то из тех, с кем вы учились, там, знались когда-то? Все непростые, наверное, люди, круги такие интересные. Кто сейчас в пропаганде в русской работает? Ну, конечно, так что, извини, с 1939 года, когда был создан институт, факультет спецпропаганды готовил как раз вот кадры для этой гибридной войны. Просто если тогда это... То есть тогда просто так не называлось, а на самом деле все это было у них уже. Почему? Это был факультет спецпропаганды. Ну, не гибридная война, а факультет спецпропаганды. Я всегда привожу пример вот деятельности этого нашего факультета и управления спецпропагандой, седьмое управление Генштаба Советского Союза. Вот как ты думаешь, какое количество они напечатали в годы Второй мировой войны пропагандистской вот такой, ну, литературы, буклетов, листовок, газет контрпропагандистских, да, вот спецпропагандистских? Наверное, ну, миллионов сто, наверное. Три миллиарда. Три миллиарда единиц было напечатано. Ну, это имеется в виду вот такие листовки, которые забрасывали солдатам. Да, солдатам. Вот когда анализировали, например, после окончания уже действий на Дальневосточном фронте, какие именно на японских пленных оказали воздействие те или иные вот эти вот пропагандистские материалы, листовки, то опрашивали, это оказалось самым эффективным для деморализации личного состава. Были листовки, в которых японский император был изображен свиньей, пьяным каким-то бомжом. У тебя не возникает ассоциации с Порошенко, да, как его уничтожали? Да, там же был, особенно когда перед выборами, там уже что только не шло в ход уже, да. То есть это такая как бы деморализация людей. Им говорят, что все дрянь, все говно, все пропало, вы никто, ваш там президент, император, значит, ничтожество, сдавайся. Ну вот в этих наших брошюрах получилось так, что я учился на обычном факультете, да, на восточных языках. А потом, когда учился в аспирантуре и преподавал, я как раз преподавал на этом факультете спецпропаганды. То есть я преподавал там арабский еврит, непрофильные дисциплины, но я помню вот эти плакаты там на этом этаже. То есть там другой корпус совсем был такой, у нас был белый, то красный корпус, где был факультет такой печально известный. И вот там, например, цитата Ленина о том, как мы разоружили Антанту. То есть вот, когда войска Антанты высадились в Одессе, Архангельске и на Хабаровске, несколько сотен тысяч, да, вот этих контингентов, которые должны были помочь белому движению, то Ленин направил несколько десятков агитаторов, свободно владеющих. То есть там были англичане, французы и британцы, владеющие там английским и французским языком с эндим количеством, несколько десятков тысяч этих листов. И сила воздействия была такова, что командование войск Антанты от греха подальше решило, чтобы эту бациллу большевизма не забросили потом к себе назад в Англию, Францию и США, убрали, то есть несколько десятков этих агитаторов сыграли вот такую решающую роль. Никогда об этом не слышали. Разоружив, а это как раз вот то, чем гордились, да, из спецпроспетов. Ну, наверное, есть чем гордиться в плане таких сценичных побед. Поэтому вот если тогда, когда я там учился, ну, когда преподавал, уже была совсем другой идеологическая направленность была. Уже тогда мы были лучшими друзьями Америки. Уже в 90-м году, я помню, вернулся из командировки и стал как раз преподавать. Поступил в аспирантуру. По Красной площади ходит Рейган, целуется с москвичами. Меня пригласили в Олимпийскую деревню, где, помнишь, там огромный концертный зал, сколько там, 3000 человек. У меня там товарищ жил, да, помню. И вся московская вот эта приглашенная публика, стоя аплодисментами, в 90-м году встречает главу Всемирной сионистской организации. То есть мы у нас... Всем было. У нас еще на всех этих книжных полках и в магазинах книжных стоят книги про зловещие щупальца. Израильская военщина. Израильская военщина, зловещие щупальца этих правов империализма, да, и прочее. А тут... Ну тогда быстро все менялось. Так вот я как раз этот пример привожу, насколько пластична человеческая психика, как быстро... Перекодируется легко. Да, так вот это теперь, мне кажется, самое интересное, о чем можно поговорить. То есть для вас не было ничего нового в той пропаганде, которую использовали русские, начиная еще, наверное, с Майдана и дальше, дальше. Ну, почему я такую активную позицию не занимал, потому что я не имею права молчать. Это все равно... То есть вы видите, как наносится вред твоей стране, да? Конечно, конечно. И вы знаете, что это такое, да? Ну, это вот я привожу пример, когда отравили Скрипалей и Навального, то первые, кто тогда вышел на связь с этими медиками, британскими, а потом немецкими, это были химики, токсикологи, которые разрабатывали этот новичок еще в 80-е годы, которые потом уехали на Запад, бежали или эмигрировали, и они помогли в том числе и разработать эти антидоты, спасли их жизнь. Да, точно так же и мы. То есть там-то этот яд, он поразил там несколько человек, да, а здесь же этот яд пропаганды поражает миллионы. Это идеально массовое поражение оружия. Абсолютно, да. Это самое опасное сегодня. В чем главный принцип русской пропаганды? А адресованный и на Запад тоже, но вот, чтобы нам ближе в Украину. Нет, там как бы из пяти пунктов, которые в этих учебниках спецпропаганды были описаны, то есть, да, максимально, первое, это дезинформация, то есть наполнить вот этим информационным шумом, как сейчас вот вбрасывают эти пленки одни, другие, третьи, пятые, десятые, соответственно. То есть это чем-то бить по голове новыми сенсациями, да? Да, создавать вот максимальное количество поводов для деморализации. То есть второе, это дезориентация благодаря вот этой вот дезинформации, да? Третье, это дискредитация руководства, сделать так, чтобы люди воспринимали этих людей как самых последних подонков, да? Вот не зря вот эти фрагменты из «Слуги народа», где он там расстреливает парламент и кричат, что все пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, они раскручивались в том числе и российскими бета-фермами. Конечно, да нет, так у них там Зеленский-то фашист давно. Нет, нет, ты не понял. А, в смысле? Когда шла серия «Слуга народа», то максимально раскручивалось через YouTube эти ролики для того, чтобы деморализовать украинское население, что все здесь подонки, что все сволочи, что все воруют и обманывают. Страна фейк, страны нет, все у вас неудачники. Вот гениальная, конечно, история, приезжает даже не из России, а из Праги, какой-то типа русский либерал, не успевает доехать до нас с Аркадием Бабчиком, когда Аркадий тут жил, и прям вот выпив халявного, хорошего, из украинских рук, хорошего шландского виски, значит, он так по-русски так утерся, говорит, я все знаю про Украину. А что ж ты знаешь-то? Майдан просрали, власти все в коррупции, значит, народ хочет к России, все. Ну, мы его упаковали в такси и отправили тут же обратно. Но я понял, как это просто работает на людей, даже вообще, когда, по идее, критичные люди с образованием, ничего подобного не спасают. Ну, я привожу всегда этот классический пример. Если нацию, давшую человечеству рекордное количество титанов духа, самых выдающихся философов, ученых, врачей, композиторов, поэтов, за шесть лет превратили в нацию скотов, да, где там только единицы не поднимали руку, когда голосовали за фашистов, которые, ну, самые страшные преступления совершали. То есть, вот, пожалуйста, насколько сильен эффект действия пропаганды. А вы профессионально следите за русской пропагандой, за их вкидами сюда, за тем, что они там говорят? Ну, конечно, да. То есть, это же тоже по эти приемы, которые были расписаны в учебниках наших по спецпропаганде, что большая ложь, перевернутая пирамида, гнилая селедка, абсолютная очевидность, 60 на 40. Нет, расскажите, ну, 60 на 40 понятно, а остальное, что такое гнилая селедка? Ну, гнилая селедка вбросить какой-то явно максимально порочащий какой-то, то есть, абсолютно, ну, то, что там, убил своего брата. Ну, понятно, ну, то есть, такой трэш, трэш, короче. А потом, например, что такое перевернутая пирамида, когда, наоборот, начинают оправдывать его, да он же нет, он не убил своего брата, вы что, нет? Нет, он, по сути, возвращается. А, это история из анекдота, да? То есть, ложки-то мы нашли, а осадок остался. Говорит, не понятно, то ли он его, то ли они его, то ли, но просто заболтать. Я просто это видел, и я думаю, что это будет применяться, вот если русским что-то надо будет, им абсолютно все равно, даже как будет фамилия этого человека, они просто ставят цель, задачу, придумывают ему компромат какой-то, да, кличку обязательно, кликуху, и давай, значит, это гонять, не прекращая по всем каналам. Абсолютно очевидно, что всем понятно, распинают, да, в трусиках, там мальчиков распинают, то есть, это же какая-то большая ложь даже, то есть, вот, чем больше... А вот еще один нюанс, я тоже недавно с социалистом разговаривал по этому делу, вот время совсем уж фейков, ну, все-таки у нас инерционный мир, ну, как-то можно погуглить, там, что-то, да, вот уже просто распятые мальчики, они так уж в голом виде не проканают. Сейчас, мне кажется, очень быстро вот это время фейк-ньюс сменилось на время фейковых комментариев. То есть, берется факт нормальный, который можно проверить, а дальше начинается мнение, а дальше начинаются украинские эксперты, дальше начинаются украинские политологи, и мы включаем, я видел скриншоты недавно, там, я фамилию даже не буду называть, украинский политолог говорит, нам нужно, на российском канале, нам нужно помириться с Россией, даже наступая себе на горло. Да, да, да. Причем, этих вот лидеров мнений, как их там представляют на российском телевидении, да, их специально стравливают, там, как Пальчевского с этим Шарием, потом Шария с Гордоном, Гордона с Пальчевским, то есть, они вот это вот месиво, вот это, чтобы, главное, чтобы они звучали, их имена, и чтобы они были на слуху, и вот этот шум заглушал все остальное. Как раз этот белый, белый, бело-черный шум этот, который должен заглушить голос разума. А как вы думаете, у них, у русских, все-таки ставка главная в отношении Украины в итоге на брутальную войну или же на войну за мозги? Нет, конечно, да, мы под этими бомбардировать мысли вирусами гораздо эффективнее, чем... Но сейчас у них все-таки инструментарий ограничен, потому что, ну, все-таки война идет и продолжается. По опросам, судя, разные, какие бы ни были наши граждане, но они все-таки ценят независимость, и для них это чуть не дело. Я просто был очень рад, 93% украинцев считает независимость Украины огромной личной ценностью. Ну, да. Но с этим трудно бороться. Ну, как раз то, что они попытались в Лобовую, Стрелковым, Стрелковым и Гиркинами, там, и Бородаями захватить 9 областей, то есть это был, конечно, серьезный просчет, когда они думали, что здесь есть критическая масса, не только славянские, а то, что почему именно Славянск был захвачен, потому что по опросам, которые были проведены накануне, там была критическая масса русскоязычных, это был город, в котором украинский язык минимальное количество вовладело и пользовалось, и пророссийские интересы, где были максимальные, плюс название славянское. Ну да, они любят такие вещи, символизмы всякие. Поэтому рассчитывали на эти 9 областей Новороссии, и Путин уже откровенно об этом говорил, что это все... А как вы думаете, Дмитрий, у Путина мистическое мышление или прагматическое? Ну, я... Ну, предположительно. Думаю, что это все тоже подвержено воздействию на его приближенных. Думаю, что он вначале был абсолютным прагматиком, а потом все-таки где-то... Я вот посмотрел недавно на этого Глеба Павловского, который привел сюда, привел сюда... Не только сделал, знаешь, не только сделал Путина, он же сделал и Зеленского. Каким образом? Так как это? Объясняю. Когда была раньше революция, мой проект «Василиять» с операцией «Профессор» был тогда... Ну да, на пике популярным. ...сатирическим таким проектом. И Глеб Павловский дал интервью московскому комсомольцу, в котором сказал, что тут есть такие там блокбастер-фюреры, вот как меня имел в виду, которые создают такой сатирический проект. А почему мы ничего контрпропагандистского, где наши сатирические проекты, которые могут противоставить, что мы можем этому противоставить, противоставить этому. И первый, кто прислушался тогда, был Медведчук. Он пригласил о том, что недавно вспоминала Оксана Марченко, как они встречались с Зеленским в 2005 году. Он пригласил всю редакторскую группу Зеленского из Москвы сюда. Они тогда работали у Маслякова, сибиредакторской группой. Это еще КВН был. КВН, да, у Маслякова. И они сделали тогда в апреле, в марте даже еще 2005 года проект «Серпом по яйцам». Сатирический интернет-проект. Ну, конечно, да. В Сылье-Яйцах, сибирьбом по яйцам. А вообще так вот есть заметно. И потом, смотри, что произошло. Они наработали за полгода материал. И в сентябре месяце, как появились они на украинском телевидении, на телеканале «Интер», они вышли с первым сезоном 95-го квартала, снимали в Океанском дворце, где те тезисы. А это было накануне при парламентской кампании, где был такой украинский блок «Не так», в котором был тот же Медведчук, Кравчук, Шуфрич, Шуфрич, Блохинский. «Ин» и «Бойко». Пятерка была. И они повторяли все те тезисы, которые звучали в программе этого блока, повторяли на сцене 95-го квартала, что на Майдане все были за деньги. Даже все есть, даже в интернете, как там признаются львовяне, что они за 100 гривен тут приезжают. Что Украина нужна России, Западу только как свалка для ядерных отходов. Что у нас три сорта украинцев, что только с Россией мы можем пойти в светлое будущее. А три сорта украинцев это не Маратик Гельман придумал? Ну так Марат Гельман работал вместе с Павловским как раз тогда. Ну да, они же кореша же. У Медведчука, да, это же они вдвоем тогда были здесь. А как такое? Самое страшное для Украины это НАТО. То есть если посмотреть сейчас, вот, я удивляюсь этому Саакашвили, как он мог после того, как так его оскорбляли. Они же, Зеленский и вот его этот партнер Лысый, они изображали на сцене Ющенко и Саакашвили, которые целуют ноги этому Бушу. Тот их называет презрительно Эйты и Гомаржопа. Такого не помните, давно это был просто, да? Набери просто в интернете Гомаржопа Зеленский, да. И вот после этого он идет в услужение этого человека, который так над ним издевался, как никто другой. Это же, знаете, в личность не влезешь. Ну люди меняются. Но есть же какие-то там вроде представления о кавказской гордости, благородстве. Аккуратно, так сказать, вот пройдем этот момент, да, этнический. Как можно после этого было идти в услужение человека, который над тобой так издевался. Ну потому смотрите, я думаю, что многие люди, в том числе и юмористы, да, они же достаточно циничные. Ну, как бы я знал кое-кого, и им по большому счету все равно, кого оба оттуда. Ну да. То есть собираются, давай этого, 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 этого. Ну, показатель, за 20 лет существования 95-го квартала они ни разу плохо не пошутили о Путине. То есть наоборот, Зеленский стоял на коленях, помнишь, в этой знаменитой сцене, «Заберите меня отсюда, Владимир Владимирович, отсюда с Украины». Он стоял на коленях и просил, говорит, «Заберите меня отсюда, я обращаюсь к тому, от кого здесь все зависит». На сцене, на сцене этого сборного, сборного концерта. Так это, наверное, было очень унизительно для нашнего украинского руководства, что он говорит, что вот вами управляет Путин, вы тут никто, нулик. Так он так и так, вот он-то и делал. А вообще, вы заметили, насколько юмор поставлен на службу, вот я сейчас только об этом подумал, на службу вот этому русскому рейху. У них там этих лиг юмористических, комедий-клаб, вся вот эта шоу-шоу, КВН, это же просто такие, ой, Гитлер, не Югин, даже не знаю, как это сказать. Абсолютно, как это и писали об этом и западные аналитические центры еще 10 лет назад, что КВН – это инструмент... Серьезно? Конечно, они же смеялись над ними здесь. У нас в Украине, а-а-а, что вы там, сумасшедшие эти параноики, какой там КВН и политика. Ну вот, пожалуйста, ну где когда-то какая-то острая шутка на тему Путина? Что в украинском КВН? Ну сейчас там... Да нет, Масляков лично следил. Он же там был царь-бог и пахан в одном лице. Так я о чем же и говорю. То есть упоминали о Путине исключительно в максимально благоприятном контексте. Зайдем с другой стороны. На данный момент, вот в наш период, как нам, как не взаимодействовать, нет, как противостоять, высмеивать российскую пропаганду. Есть же проекты в Украине, которые высмеивают российскую пропаганду. Ну, знаешь, все время как бы вопрос этот звучит. Мне пишут там в комментариях, у меня же там 570 тысяч подписчиков в Фейсбуке. Сколько? 570 тысяч, да. О боже. Сотня в Ютьюбе, в Инстаграме. И мне все время пишут, что вы ничего не делаете. Типа, почему вы так как бы вот мало противодействуете. Я говорю, там с той стороны на кону миллиарды и триллионы, миллиарды Коломойского и триллионы Путина. То есть зная, какие деньги мне в свое время предлагали, просто, чтобы я сначала, чтобы я развернулся на 180 градусов. Ну, миллионы, ну, там 120 тысяч долларов в месяц. Ну, для той среды вполне реальный сумм. Чтобы я развернулся на 180 градусов, а потом, ну, это полтора миллиона рублей, да. А потом просто молчи. Ну, не пиши. А скажите, интересно, а вот мы наблюдаем часто такое явление, я только прошу, без фамилии, я не хочу ничего, просто как явление. Вот перебывание на лету, да. Вот ваш опыт знаний и наблюдения. Вот эти перебывания некоторые, одни говорят, что человек, ну, ну, человек же меняется под воздействием фактов каких-то, он что-то новое узнает, ему открывается с другой стороны какое-то явление, и что-то, и он меняет мнение сам. Либо же это, вот, заинтересованность финансовая. Как это отличить? Ну, потом-то и дело, что я, может быть, профессионально деформированный человек. А вы везде видите подкупы. Я, к сожалению, знаю, какие суммы там, уважаемые мною, там не будем называть, да, ведущие сайты, например, да, когда вот я ездил с Порошенко. Мы вручали вот эти комплексы противоснайперские, да, на прошлой неделе на фронт. Потом меня, мои подписчики попросили, давайте соберем деньги на вот эти концентраторы кислородные. Мы собрали деньги, привезли вместе с фондом Петра Порошенко, Петра Порошенко, вручали их там, да, причем договоренность об этом была еще там-то. Вы выехали в четверг, договорились еще в понедельник. В четверг, когда мы уже в поезде едем, подъезжаем уже к Константиновке, буквально за два часа остается, приходит сообщение, что приносят повестку на допрос в СБУ. Петру Алексеевичу, да, и выкладывают в интернете, и повестку приносят ему там в казино. Ну, звонят из дому, говорят, что в казино принесли повестку, и тут же выложили в интернет. То есть это было в 10 часов утра, в четверг, договоренность об этой поездке, и все... Ну, значит, кто-то слил информацию кому-то, наверное. Да, но как это излагают потом ведущие украинские масс-медиа? Что Порошенко сбежал. То есть, ну, уважаемый, самый популярный интернет-сайт у нас, да, с которым я когда-то сотрудничал, там были мои, ну, и отцы-основатели этого сайта, к сожалению, там, покойные были моими друзьями. И они сообщают о том, что Порошенко убежал, сбежал на восток. Вот так, они пишут, подожди, сбежал на восход солнца, не пишут, почему он туда поехал, с какой целью он туда поехал. Скажите, а вот глаголы. И причем это выносят, это выносят как главная новость вечером этого дня четверга. И в пятницу опять, повторяю, Порошенко бежал от повестки. Имеет значение? Вот я сейчас сталкиваюсь с тем, когда мои личные высказывания перевирали. Например, ты пишешь одно слово, а цитируют с другим словом, да? Ты пишешь одну мысль, они чуть-чуть, вот чуть в пиарчик переворачивают, и цитируют по-другому, переворачивание смыслов, вот эти все. Вы по словам можете определить в анипуляции? Ну, тут не только по словам. Вот просто возвращаются советские шаблоны, вот эти вот там. Дорогой Леонид Ильич там встретился, Дорогой Леонид Ильич утвердил, поручил. То есть это все вот я в свое время у Медведчука, с которым мы тогда боролись, меня вот на проект с Ильяцем опять же сподвиг Медведчук, потому что он заявил в интервью тогда корреспонденту журнала, говорит, что Ющенко никогда не будет президентом. То есть и тут же дают в этом же номере журнала статистика о том, что 60% украинцев готовы поддержать Ющенко, но верят в его поведу 15%. То есть для меня это был настолько вот как бы вызов серьезный. Ну, это как-то странно выглядело. Такое неверие, такая апатия у людей, депрессия. То есть я тогда вот это воспринял как личное оскорбление, как личный вызов. Точно так же и сейчас. А тогда у Медведчука вот были темники так называемые, где нужно было каждый день дать вот в новостной ленте, в информационных программах пять позитивных упоминаний о Кучме, а потом о Кучме и о Януковиче. И сейчас то же самое. Вот берешь эту ленту новостей на этих вот каналах, на которые заносят туда через так называемых, ну, известных функционеров у Коломойского и у Ахметова, заносят туда деньги, и там пять комплементарных новостей о Зеленском, и каждый день одна фотография его в ленте новостей. Ну, то есть это же просто арифметика элементарная. Зеленский поручил, Зеленский подтвердил. Ну, я часто вижу месседжи в Фейсбуке, правда, я телевизор не смотрю, когда это, на самом деле, не только власти касается, бывают похожие месседжи просто. Ну, видимо, при службе работы, анонитики какие-то раздают месседжи, и особо люди-то не заморачиваются, они примерно одно и то же фигачат. И я когда понимаю, я это не читаю, то не читаю, я как-то вот привык уже отсеивать такое, когда я вижу какую-то тенденцию, когда рефрен идет, я понимаю, что раз рефрен, значит, это политическая борьба. Да, не надо воспринимать. Вопрос, наверное, будет не очень удобно, сидя с тем, что вы симпатизируете Порошенко, очевидно, и всегда вы не скрывали, не переворачивались никогда. Нет, кстати, у меня был период тогда, когда мы придумали вот этот проект ВСЛ Ятья, и он же был придуман в кабинете у Тимошенко. И у меня тогда пытались, ну, как бы мы, помню, не помните, наверное, это был такой период, когда были люби-друзи, были приближенные у Ющенко, которые противостояли Тимошенко. И там действительно были, в их среде были достаточно одиозные персонажи, да, которых заслуженно критиковали. И мы в проекте ВСЛ Ятья об этом писали и по касательной, и проходились, и по Порошенко тоже тогда. То есть, можно было сказать, что я был его всю, всю, всю... Ну, он тоже в триггах участвовал тогда в этих, да? Да, и я просто к тому, что я увидел, я с ним знаком с 97-го года, то есть, ну, как и со всеми украинскими политиками. Да вы все знаете, я думаю, тут как облуплено. То есть, когда была предыдущая кампания президентская, когда было 23 кандидата, то есть, для всей первой десятки я не просто с ними знаком, я для них сделал семейные праздники. Свадьбы, как для той же Тимошенко же, ее юбилеи, там, корпоративные мероприятия, то есть, для всей первой десятки, включая, там, Тегибко, Добкино, Коновалюка, Лешко. То есть, я их всех знал с 91-го года, я наблюдаю за всей политической украинской элитой. И поэтому мне настолько обидно, что тот, кто, ну, на голову выше любого другого украинского политика, почему такая ненависть к Порошенко со стороны Путина, потому что, и со стороны российской элиты, потому что он опровергает вот их, эту стигму, это их утверждение, которое они продвигали на Западе, что украинцы вообще это абсолютно недочеловеки какие-то, что страна фейк, недостойна того, чтобы вообще быть независимыми. То есть, и вот человек с таким менеджерским опытом, с таким бэкграундом, с такой, я же видел, как он общается с... Это единственный украинский политик, за которого не только не было стыдно, за которым я гордился, видя, как он общается с... С иностранными лидерами. С иностранными лидерами. То есть, я поэтому и так воспринимаю это как личное оскорбление, что нашу страну обезглавили, лишили ее. Все равно, как у вас в команде есть нападающий, самый, ну, там, Марадона, который забивает голы лучше, чем все остальные, а именно его... Сломали. ...уничтожают, ему ломают ноги. Скажите тогда, но вот я все это понимаю, я просто хочу спросить тогда, вот действительно на международном уровне, и сколько бы ни критиковали внутри Порошенко, но на международном уровне он всегда действительно выглядел хорошо. Он общался с этими лидерами, вполне себе, так сказать, все это выглядело, и действительно приглашали везде. Он создал и путинскую коалицию, и никто же изначально. Он же бывший министр на стране, он и опыт есть, еще, к всему прочему. Опыт есть, язык есть, мозги есть, короче. Я не про это. Вот все это вроде есть, и человек, видя, и вы это видите, все видят, как русские месседжи вот эти, причем бьющие прямо ему в голову просто, прямо по его, то есть они наращивали антирейтинг на дрожжах просто. Я же это видел, все, я писал, ну просто, это эффект увеличительного, я это называл не профессионал, эффект увеличительного стекла. То есть берешь недостаток и раздуваешь его до уровня слона. Или выдумываешь недостаток, что он там пьяница. Я был на десятке мероприятий, он даже больше полбокала никогда не выпирал. Нет, он пьяница, наркоман, я все понял, но дело не в этом. И вот он, этот человек, который по идее, ну как и любой политик, он властолюбив, он хотел остаться на еще один срок, да, и вдруг он оставляет каналы Медведчука, и они его хоронят. Нафиг. Передавая эти месседжи российские. Ну, во-первых, каналы Медведчука тогда были, во-первых, 112-м каналом Медведчук завладел буквально в последний год. Ньюзваным он вообще не владел. Но они вот этот год, они вылили максимальное количество, на Петра Алексеевича, максимальное количество. Он уже не видел этого, в чем проблема? Просто предпринимать против именно этих каналов в разгар уже избирательной кампании было для него имиджа. Я согласен, раньше надо было. Так они, подожди, 112-й канал стал Медведчук в последний год, когда раньше. Ну, мы не говорим про 112-й. Но вот на самом деле, я считаю, что это вот с одной стороны все правильно, а с другой стороны, это его, это мое личное мнение, это его огромная ошибка, и на стране отразилось, что промывали мозги, начиная с начала войны, люди, которые, по идее, должны в тюрьме и на обмен сидеть. Вот реально. Но на самом деле, я бы не переоценивал в те, вот в 19-м году именно влияние... Ну, до этого был 18-й год, 17-й год, давайте мириться, поссорились народы, политики. Тогда Медведчук не контролировал ни один из этих каналов. Ну, Россия контролировала все равно. Они закидывали, но это весть, вот эти страна. Я сам ходил на 112-й канал, и ходил на Ньюзван даже, потому что видел, что есть последняя какая-то надежда повлиять на эту аудиторию. То есть на Ньюзван действительно там было все заточено исключительно пророссийский. На 112-м, ну, была какая-то иллюзия. Ну, иллюзию, да, они создавали, типа дебаты. А на Зике в 19-м году вообще был он про-порошенковский канал. Зик переключился за буквально месяц. За месяц, да. Поэтому говорить о том, что этот пул существовал, три канала существовали. Ну, как единый пул, да. Это было уже при Зеленском. Но, тем не менее, я считаю, что наконец закрыли, я вот действительно рад. Нет, это единственное, вот я сегодня даже буквально своим товарищем утром там и встречаемся, он говорит, ну вот, что вы все этого Зеленского критикуете? Ну, больше было бы доверия к вам, если бы вы какие-то его положительные моменты отмечали. Я говорю, Саша, а кроме того, что он закрыл каналы Медведчука, назови мне хоть одно положительное еще его деяние, нововведение, которое можно его похвалить. Но это вы отмечаете как плюс. Да, но так это же опять же связано с подковерными этими раскладами внутри самого пророссийского зеленского. Ну, хорошо, хоть лиги расклада, так что их нету. У нас, к сожалению, Дмитрий, время подошло к концу. Оно большое, но подошло к концу. Но вызывайте вас на допросы, мы будем продолжать, потому что это интерес, вы человек глубокий со своей позицией и со знаниями, и даже если люди, которые, допустим, вас там не любят, но они должны отдавать должное тому, что у вас... Я хочу сказать, что АТР это один из немногих телеканалов, на которые я всегда прихожу, когда меня приглашают. Поэтому я очень поддерживаю все, что вы делаете. Нет, у нас свобода слова, у нас никаких манипуляций, никакой фигни нет, ни под кем мы не лежим, никуда не смотрим на сторону. Смотрим мы только в лица наших зрителей. Я хочу, глядя вам в глаза, сказать вам спасибо за то, что вы поддерживаете АТР в это тяжелое реальное время, но мы его вместе с вами переживем. Подписывайтесь на наш патреон, даже небольшой взнос, но в массовом количестве, будет огромным финансовым подспорьем нашему телеканалу. Ну и дальше смотрите АТР. Это полезно для умственного и физического здоровья. Это телеканал здорового человека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok